Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. А ну, выйди. А ну, Илюха, поснимай, чтобы было видно, кто большой крокодилом стал. На фоне меня, что-то. Видно? Да. Сейчас я покажу. В общем, хотел показать признаки предстоящего опороса уже. Ну, в первую очередь, по срокам она должна где-то неделя, ну, 10 дней максимум, и должна пороситься уже свиноматка. Значит, что я хочу сказать. В первую очередь, ну, это недели две уже назад опустился живот. Ну, то есть, он был такой, поняли, такой был больше кверху надутый, как бы. Она вот, как казалось, как спина широкая. А так он провалился вниз, и теперь, ну, очень хорошо видно, он как бы вниз ушел и раздулся с ним. Ну, естественно, буквально до дня три, наверное, появились уже молочные железы. Вот же ж, зараза. Оно пишет сюда. Если посмотреть, что это дастся, возможно, ну, молоко появляется там буквально за пять часов до опороса. Поэтому, ну, еще рано молока нет. Бывает даже после опороса. Что еще? Ну, поведение меняется, более спокойная становится циноматка. То она, знаете, там пытается что-то из себя строить, блатовать. А когда уже чувствует, что это такая, прямо, как родная становится. Видите, я вам подхожу к ней, ее могу почухать за лужком. И она вот спокойная, как две копейки. Не кидается ни на кого. Уже все. Ну, в принципе, возможно, из-за характера, конечно, разные бывают. Вот это вот вообще. Ну, шо ты пришел? От, иди отсюда! Видите, это у нас перватки две бегают. А это уже четвертая опороса, наверное. Ну, видно. По ней видно уже постоянно вот в таком состоянии половые органы набухшие такие. Вот, допустим, если у обычной, там ничего не мало. А уже вот такая, что скоро будет пороситься. Ну, прямо видно, что уже не спадает, так скажем. И молоко. Ну, вот молочные железы, ярко сейчас уже видно, просто наливаются. Хотя еще, ну, еще рановато. Уже начинают, но будут прямо вот такие, прям уже аж прям молоко будет с них. Не азотременно. Да, да не, вот молоко начинает, бывает, что даже во время опороса еще не идет. Ну, так вот свинка выглядит перед опоросом. Видите, очень любят камушки какие-то погрызть, уголь. Видно желудок, чтобы как-то там немножко активировать работу. Вот у нас тоже выпустили погулять, тепло. Сегодня 15-е? Нет, нет, 13-е. Сегодня 13 января, плюс, наверное, 4 на улице, плюс 5 даже. Ну, в общем, погода весенняя, скажем, сразу. О, нашла какую-то траву засохшую. Ну, и что это было, только что? Так выглядят свиноматки перед опоросом. О-о-о, испугалась. Скоро будет у нас пополнение опять. Свинка хорошая, спокойная. Поросятками хорошо ухаживает. Уже у нее не первый раз. Все время, в принципе, с помощью поросица. Не надо ни медикаментозно помогать, ни каким другим способом. Все сама делает, поэтому очень хорошая свинка. Таких свинок нам побольше. Вот это называется обнаглевшая свинка. Прибежала на меня, что-то там кинулась и убежала. Это свинки где-то покрыты были буквально там пару недель. Тыш, тыш, ходит, но борзеет. Месяца, наверное, еще немало. Как покрывали их, не перегуляли, значит, все нормально зацепилось. Будем ждать тоже приплода. Ой, акриков там, ай-яй-яй-яй-яй. Видели, эта молодая никак не реагирует. Старая ее толкнула, та закричала и втекла. Сейчас мы ее почухаем и наобок завалим. Ну, дело в том, что, смотрите, такой еще момент. Свиноматка хоть даже в таком состоянии, она там спокойная. Все вас любит там, не кусается. Но когда будет пороситься, будьте осторожны. Потому что смена настроения, агрессивность может появиться просто так на ровном месте. Имейте в виду. Ну, как бы животное, поэтому сильно там не расслабляйтесь. Хотя, видите, какие они ручные. Да, выгу, выгу, обязательные условия. Для супоросных, конечно, когда они просто в сарае стоят на маленькой площади, им не размяться, не походить. Она вот выпрыгивает, скачет, как заяц. Пока вот эта побегает там, трошки разомнется. И при этом, если ей давать на выгул время выпускать, свинка и поросится хорошо, легко. А порос проходит. У нее мышцы укрепленные, не ослабленные, не атрофированные. И она, соответственно, все у нее пройдет намного лучше. Поэтому, если есть возможность... Что, загонять будешь? А, я тоже снимаю. А что? Какую? Да зачем? Не надо потом. Пусть эти полазят немного. Мы их, в принципе, по возможности, вот так, если мороза нету, и более-менее там дождь не идет, выпускаем, стараемся как бы почаще, ну, каждый день выпускать. Хотя бы на полчасика, минут на сорок. Видите, скачки устраивают. Я же говорю, все вот эти вот выгулы, все это еще со времен, я знаю, что бабуля работала, когда-то, ну, это еще были года 80-е, наверное. Так вот, она работала, когда на ферме, у них тоже выгулы, все это еще с тех времен было. Технология отзывая не меняется. Корма и то, корма, сейчас просто все это заменители, а тогда шло натуральное. Привозили там и яйцо, и рыбу, и жир давали, и шутка не давали. Она работала как раз там, где свиноматки были. Поэтому все эти вещи, ну, как бы, по рассказам и более рассказывала в курсе. Воу! Ну, вот так вот на свинке отлично видно, то, что она будет скоро пораститься. Конечно, мы записываем все эти моменты, когда случка происходит, когда все эти, так скажем, основные моменты в жизни свиноматки. Камни постоянно, что-то камни ему нравятся, раскусывают, может, зубы точат, так, фихиознают. От этой свинки поросятки быстро растут, в принципе, от всех хорошо растут, быстро. Такие, и не такие прихотливые, как чистая порода, трошки намешана у них, конечно, но все равно мясное направление. Это вообще ПТРН-подобные две. Это больше там надюрок что-то. Ну, вот она выросла, в принципе, нормально, вес там у нее сейчас. Понятно, что порос на килограмм сто, сто, наверное, шестьдесят, сто восемьдесят есть. Уже и больше. Честно говоря, не зишу, не зишу, не зишу. Вот, видите, как игривые. Еще хорошо они общаются между собой, вот, видите. Могут немножко, конечно, покусаться. Но эти друг друга знают, поэтому относятся лояльно. Да, скоро у рыжика будет пополнение. Через недельку, надеюсь, в ней десять. И уже все. Две недели максимум. Будут у нас новые поросятки. Эти тоже. Были перватками. На второй опорос они уже догонятся. И в весе, в размерах. Поросятки хоть и родились они очень крупные вначале, изначально. Но свое взяли очень хорошо. Продавались были 10 плюс килограмм в месяц. Ну, чуть больше там. Потому что пока вылаживаешь месяц, то все, там пару дней проходит. Может, там три-четыре дня. Пока находится покупатель. Но факт в том, что поросятки хорошие были. А у рыжика вообще всегда крупные рождаются. Она перватка, как была. У нее первые родились, наверное. Я в шоке был. Такие огромные были. Кила по полтора, она под два килограмма. Рождались. Этих поменьше. В районе килограмма было. Ну, я же говорю, все равно они свое нагнали. Свинки такие худоватые. Вот стали после... Ну, как... Они же откормили поросяток. И вот сейчас отходят. Только отъедаться начинают. У себя уже отъелось хорошо. Сейчас я покажу. Получится у меня показать ее размеры. Как раз по пояс практически в рост. Ладно, буду заканчивать, наверное. Трандеться. Трандеться. Фу! Фу, но она! Как собаки. Трется друг об дружку. Бачу. До драк не доходит обычно. Так потолкаются ему. Рыжая у них самая главная. Она им быстро расскажет, почему дыни на базаре. Тоже при отборе на свиноматах, на развод, смотрите, чтобы количество сосков было побольше. Ну, минимально 14, а там чем больше, тем лучше. Количество сосков не говорит еще о том, будто она многоплодная. Но в любом случае, если у нее сосков всего 10, а родится 12, а двое будут молочными братьями. Ну, в принципе, все, что я хотел показать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пожелайте рыжику нормального поросица. И чтобы поросятки были здоровые, и было их побольше. И всего доброго!